Кофейный гигант Starbucks решил проигнорировать нью-йоркский запрет на сладкие напитки и даже судиться с городом в случае применения штрафных мер. Закон Блумберга по ограничению так называемых soft drinks уже завтра вступает в силу, но судя по недовольству ритейлеров, борьба с ним будет продолжена. Рассказывает Елена Мещерякова. Последний критический взгляд на полки. У кофеин, закусочных стадионов и кинотеатров был год, чтобы освободиться от незаконной тары в 16 унций. 453,5 грамма сладкого напитка в одном стакане – главная улика против тотального ожирения американцев. Национальную эпидемию уже накладно лечить, но еще можно остановить. И если не в масштабах всей страны, то хотя бы в отдельно взятом городе. Если мы будем игнорировать проблему ожирения, мы приведем страну к банкротству. Наша система здравоохранения уже не справляется с болезнями, вызванными избыточным весом. Это болезни бедных людей, которые не в состоянии оплатить страховку. Мы просто должны были что-то сделать. У хозяйки маленькой бруклинской пиццерии выхода нет. Знакомые разносят по домам запасы двухлитровых бутылок соды. Если завтра к ней нагрянет анонимный ревизор с мерным стаканчиком, выйдет еще дороже. У меня в меню специальные комбо-обеды. Все с двухлитровой содовой. Наверное, тысячу долларов я в этом месяце потеряю. А там посмотрим. Надежда на пересмотр несладкого законодательства у Мари появилась после Димаша крупнейшего игрока на этом рынке. Старбакс осторожно отстранился от городских нововведений. И подчеркнул, количество сахара и сироповых напитков соответствует фирменной рецептуре и индивидуальным вкусам покупателей. Большинство наших напитков изготавливается по заказу клиентов, исключает газировку или содержит более 50% молока и, соответственно, должны освобождаться от соблюдения новых правил. Кофейный гигант держит марку, отличную от других, и стаканы называет на свой манер. Вместо small, middle, large – tall, grande и venti. Venti – это пол-литра кофе, чая или лимонада. Но даже Юпитеру не дозволено игнорировать городские правила. Городоначальник считает доводы Старбакса смешными, хотя фанаты 18 видов латте и макията имеют право на собственное мнение. Я, конечно, понимаю, что власть пытается заботиться о нашем здоровье, но все же я за персональный выбор. Сегодня мне скажут, сколько сахара добавить в кофе, а завтра не разрешат колбасу в пицце. Не надо забывать и об экономической выгоде, если мне нужно. Я куплю два стакана вместо одного. Город получит налог с продажи дважды. Пополнение бюджета и похудение граждан от здравоохранительной инициативы, кажется, выиграет и город, и горожане. Хотя их жизнь теперь не сахар. Буря в пол-литровом стакане кофе не утихает. Хотя нормальные сладкоежки всегда могут пойти в обход, точнее, напрямую к столику с подсластителями. И добавить в свой кофе ровно столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы хмурое утро сегодня не казалось менее сладким, чем вечер накануне. Елена Мещерякова, Ави Абрамов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.